Медленнее, 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 медленнее развернулся в обратную сторону. Здравствуйте, кумку, уважаемые любители летных ветоспорта. Снимаем неожиданно красивый ролик, называется «Может ли планер быть вертолетом?» Может, если дует сильный ветер. Обратите свое пристальное внимание, ветер дует со скоростью 91 км в час. Вот символ нашего планера. Летим мы сейчас против ветра курсом на север. Вот оттуда дует Мистраль. Находимся мы сейчас в атмосферной волне. Вот как раз крылышко нашего пипистреля. Наша текущая высота 3,5 км. Мы здесь, в общем-то, в этом месте больше-то и не можем. Чтобы набрать больше, а можем мы вот 3,800, нам надо в сторону пик-дебюра сместиться. Но, как говорится, не это главное в ролике. А главное, я вам хотел именно показать фокус, когда много следов, начерченных нашим пипистрелем, летали мы как раз в этой волне. Я сейчас разворачиваю планер курсом на строго север и попробую еще раз показать вам вот это зависание, только уже спокойно. Вот смотрите, при скорости планера в где-то 75 км в час, скорость ветра 90, потом объясню... А, вот его уже развернуло. Видите, планер развернулся и летит как бы назад. Сейчас я, смотрите, увеличиваю скорость. Вот разгонюсь, чтобы планер поменял свое положение в пространстве. И смотрим на приборы. Ground Speed сейчас 56 км в час. Мы летим против ветра. По прибору скорость там, ну, была 120. Вот я сейчас начинаю скорость уменьшать, 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 уменьшаю. Она сейчас 90 км в час. Наверное, прибор я дам, чтобы все видели в одном кадре. И вот сейчас я на маленькой скорости. Ground Speed падает 7 км в час, 6,5. Сейчас его развернет, видите? И планер полетел в обратную сторону. Несмотря на то, что я его не разворачивал. Вот этот эффект. И если я сейчас буду летать на такой скорости, нас постепенно сдует с волны. Прелесть пипистеля в том... Оп! Я немножко увеличения сделал другое. В том, что он может спокойно держать очень низкую скорость. И, видите, летает при брошенной ручке прекрасно. Сейчас я вам покажу, как он сваливается. Скорость сваливания у меня будет где-то 65 км в час. Смотрите, я отдаю всю кабину, чтобы было видно. Ну, сейчас будет 70. Он начнет дрожать. Вот он дрожит, видите? Ему не нравится, он трясется. Стабилизация... Оп! Свалился. Стабилизация камеры не показывает вам тряску, но поверьте, что тряска есть. Вот еще разочек. Потихонечку, немножечко, почему не надо? Еще как надо. Вот, медленно-медленно трясемся, трясемся. Стопора на второй летный день показывают, как рупит. Тем более, это не стопор, это обычная банальная сваливания. Друзья, стопор не кручу, потому что мой коллега немножко нервничает. Извиняется. Все в порядке. Ну, шикарно. Все шикарно. Ну, мне показалось, что кто-то рычал. Кто-то рычал, да. Да, кто-то рычал. Но под нами находятся зоны ливневого снега. Я не хочу задерживаться в этом месте. Нам нужно пробиваться домой. Высоту эту мы набрали как раз для того, чтобы прыгнуть ближе к дому и с криком эгэгэй полететь, так сказать, на финиш. Что еще могу вам показать? Ну, потому что ролик всего три минуты, грустный. Я считаю, что мой ученик вполне способен оценить красоту бабочки. То есть сейчас будет фигура на пипистеле, петлю крутить нельзя на нем. Но фигура типа бабочка можно. Поэтому, а мы очень быстро. Один разок и все. Значит, смотрите, как делается фигура типа бабочки. Мы разгоняем пипистель до скорости 180 км в час. Ну, желтый сектор. Берем прямо, потом берем ручку на себя. И вот в такой момент проворачиваем планер так, чтобы он развернулся мордой в землю. Ну, типа что-то а-ля петля. И, ну, понятно, что это не петля. Опять раз, опять разворачиваем его, потеряем скорость, чтобы потом можно было набрать. И опять раз. Ну, понятно, что это не петля. Небольшая перегрузочка. И вот сейчас красивенько разворачиваемся в сторону аэродрома. Я бы еще показал невесомость. Ну, я думаю, что это будет избыточно. Возвращаемся к нормальному полету. Вот так невесомость выглядит. Чук! Ой, ты доволен? Сейчас, ты огорь, говорить не можешь. Все, друзья, летим в сторону аэродрома. Нужно заходить на посадку, уже вечереет, парковать планер. И в конце концов, когда-то же нужно еще и пообедать. У нас, кстати, термос с собой есть. Мы можем немножечко выпить вот недавно чашечку кофе, чашку чаю. Но на земле нас ждет что-то большее. Вкусный уже ужин, к которому мы будем сейчас стремиться с высоты 3,5 километра. Как вам такие коротенькие ролики? Ну, такой веселенький, коротенький шебутной ролик. Зимний почти, потому что, видите, выступает, вот этот, как ее зовут, иней на всех частях нашего планера. Недавно мы, кстати, ловили обледенение. Обледенение кончилось. Все. Летим домой. До новых встреч, глубокооржаемые редители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.